Есть четыре стратегии выживания. Если ты сейчас слушаешь моё видео, то твои родители, твои предки и ты в каком-то квадрате этого находишься. Я надеюсь, что многие знают бостонскую матрицу. Это две оси, координат, и делим такие на четыре квадрата. На этой оси ресурсы, здесь риски. Есть люди, их стратегии выживания минимизировать риски, минимизировать затраты. Зачем нам мясо? Мы мясо не любим, мы на грибах проживём до следующей зимы. То есть они редуцируют свои потребности и при этом они не рискуют. Они не ходят на охоту, прекрасно выживают на грибах. Помните, как в «Унесённых ветром» там был чувак, у которого не было еды, и они варили редьку, и он объяснял, как редька полезна для здоровья. Это вот первый квадрат. Есть люди, которые хотят мало рисковать, много ресурсов. Это еждивенцы, если мы рассматриваем семью или как сообщество. Это дети, престарелые родители, инвалиды. Мы можем содержать детей, стариков, просто на то, что они наши родственники, и мы им даём ресурсы. Там ещё есть содержанки в современном мире, это женщины, которые не рискуют ничем, они даже не замужем, но их просто одаривают подарками. Единственный минус еждивенца в том, что ты зависишь постоянно от настроения своего благодетия. Ещё один квадрат есть, где высокие риски и мало ресурсов, денег. Это геройское поведение, геройская стратегия жизни. Это тогда, когда человек может пожертвовать собой ради популяции, ради семьи, страны, ради рода своего. Это такие герои. Обществом принято воспевать героев, потому что в этом есть выживание группы. Хотя с точки зрения самого индивида геройская стратегия приводит к ранней смерти. Это не лидерская позиция. Лидерская позиция высокие риски равно высокие ресурсы. Это следующий квадрат. Это называется лидерская позиция. Это тогда, когда человек берёт ответственность на себя за свою жизнь и воплощает какие-то идеи, цели своей группы, страны. Иногда он бывает попадает в геройскую стратегию, но он никогда не попадает в веждеведческую или в лузерскую. И он никогда не смирится с грибами, он хочет мяса. Он никогда не смирится с однушкой на окраине города, ему нужно в центре города и апартаменты в 500 квадратных. Это человек, который хочет от жизни всё. Это лидерская стратегия жизни. Лидеров на самом деле очень мало сегодня. Для того, чтобы понять лидерскую стратегию поведения жизни, я всем вам рекомендую прочитать книжку Робина Шарма «Лидер без титула». Для затратки там есть все поведенческие паттерны лидера в разных ситуациях. Там есть горничная, там есть массажист, там есть топ-менеджер, там есть все архетипы бизнесменов современного мира. Поэтому я рекомендую тебе прочитать лидерскую стратегию жизни и выстроить свою лидерскую стратегию поведения твоей жизни. Всё, будь счастлив.